всем привет пришла пора расставить все точки над и и немножко провозгласить истину дело в том что человеку не букашки вот как на окне смотреть не кашка человек не букашка человеку нужно знать свой дизайн если человек не знает свой дизайн то это очень плохо и я считаю даже более того что не только человеку но и букашки нужно знать свой дизайн поэтому поэтому сегодня мы с вами будем узнавать свой дизайн будем обучаться и еще мы будем обучать букашку и и дизайн дизайна букашки букашка должна знать дизайн букашки человек должен знать дизайн человека и глубины вы понимаете в этом во всем настоящем бездонность глубины бездонность и в целом возможно мы даже пойдем дальше и будем узнавать дизайн яблока дизайн орхидеи дизайн орхидеи попка яблоко вот смотрите попка попка самая натуральная попка и обратная сторона попки вот чуть познакомились с дизайном яблока есть попка есть обратная сторона попки ну понимаете вот в целом дизайн дизайн ну чтобы жить нужно знать дизайн не знаю дизайна ты в принципе ты как будешь ты даже толком шаг сделать не можешь я ведь как то что я стою держу равновесие сейчас открываю рот издаю звуки изо рта потоки вот эти воздуха звучащие такие в целом вот это это только за счет моего понимания знания информированности моей о том что я задизайнен таким образом что вот могу вот так вот чуть 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 говорить осмысленно хотя возможно уже даже и не очень но это все благодаря дизайну вот я знаю дизайн и поэтому я могу осмысленно зная дизайн я могу бессмысленно то есть у меня сразу появляется много возможностей и я в состоянии выбирать как бы вот пока пальцами вот тын-тын-тын-тын мизинцем вот могу пошевелить безымянным средним указательным это все благодаря дизайну знанию знанию дизайна руки потому что дело ну как бы мои наблюдения говорят о том что вот не знаю дизайн руки ты вот не в состоянии вообще даже ну то есть не согнуть пальцы ничего сделать не взять и потрогать не почесать это вот дизайн нужен поэтому и нос нос посмотрите вот если бы я не знаю не знал дизайн носа я бы не мог палец туда засунуть потому что я бы даже не представлял где у меня нос что такое нос и что что-то можно туда засунуть а если я знаю дизайн носа то я могу туда и палец засунуть и могу и что-то другое даже ну то есть голь на выдумке хитрая в зависимости от вашей голи от вашей выдумки и вашей хитрой хитроты вы можете это как бы миксовать как приправы и ну что-то засовывать куда-то или наоборот вытаскивать вот затем что еще я надеюсь что вы немножечко уже начинаете как бы ну вникать и и постепенно мы сейчас с вами же не просто разговариваем это это не просто какая-то вот ну болтовня такая ради кого-то развлечения там бессилухи дело в том что это процесс глубокого погружения исследования исследования жизни и погружения в дизайн дизайн человека дизайн смотрите вот это вот движение я ему очень долго учился тоже я как бы это все почерпнул из дизайна что вот так вот можно делать потому что это вот такое ночи приятное трясение губами друг об дружку с одновременным параллельным видите и сточением воздуха таким то есть звук и воздух выходит тут много всего сразу происходит как бы это вот так легко просто не схватить этому но определенном времени требует и не знаю если вы попробуете вы сами поймете что вот просто вот так вот сделать нереально нужно вначале хорошенько погрузиться в теорию ну познать дизайн губ верхней губы нижней губы и вот как бы их какие они там познать как они двигаются изучить их соприкосновения размыкание это труд это конкретный труд и что тут что тут только делать только регулярность регулярность вот делать 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 и в определенный момент вот просто вы соприкоснули разомкнули соприкоснули разомкнули и вы когда погружаетесь в эту тему вы пробуйте уже уже вы просто соприкоснуть и просто разомкнуть вы уже можете и вы пробуйте уже ускоряться Ну, уже интересно, любопытно. Вы пробуйте скорее. В принципе, это уже упражнение вам, я не знаю, на полгода минимум. Вот я сейчас вам демонстрирую. Сомкнули, разомкнули, сомкнули, разомкнули. И вы пробуйте все быстрее, быстрее, быстрее. Вот так. И в какой-то момент вы доходите, вот доходите до такой, как бы вам сказать, до такой черты. Это как вот рубеж, когда ракета подходит. Она вот подходит к моменту орбиты. Она уже выходит за пределы притяжения Земли и может... И уже она будет крутиться вокруг Земли, она на Землю никогда не упадет. Вот этот качественный переход, вот этот качественный переход в данном случае, в нашем примере, он такой... Потом уже... И вы как бы поехали уже, как бы они начинают уже быстро... Видите, это быстро, просто очень часто быстро. И это нужно по шагам, нужно с самых азов начинать. Без дизайна просто нереально. Поэтому дизайн, ну, дизайн человека, дизайн скалопендры, дизайн, в принципе, всего на свете. Это очень важно. И, ну, я надеюсь, вы в это погружаетесь, что вы это изучаете. Чтобы классно... Классно жить, классно ощущать жизнь. Без дизайна никак. Вот, вы уже разобрались. Ну, и обязательно, непременно говоря, безапелляционно, вы пробуйте. Во-первых, это. Во-вторых, когда пробуйте, если что-то будет получаться, наоборот, ну, или не получаться, делитесь этим, расскажите об этом в комментариях, напишите, как у вас прогресс идёт, сколько вы потратили просто на изучение верхней губы, на нижней губы, сколько вы её изучали, как изучали, какие методы использовали для познания своей губости. И после того, как изучали, через какое время вы приступили к смыканию, размыканию, просто попытки, вот первый раз, сколько времени у вас ушло на то, чтобы один раз сомкнуть губы. Месяц, полгода, сколько. Ведь неизвестно, насколько вы, насколько это... Насколько вы предрасположены к этому, понимаете? Насколько вы талантливы в этом, это абсолютно непонятно. Ну, то есть, только начав погружаться в это, вы сможете с этим столкнуться, это встретить. Поэтому пробуйте. И если вдруг кто-то из вас очень развитый, очень талантливый, и вот может схватить прямо на лету, и у него, может быть, даже через, ну, через сутки это вообще сверхъестественно было бы, но вдруг, вдруг, я вообще таких людей не встречал, но вдруг, вдруг у вас получится сразу сделать с воздушным потоком одновременно и со звуком, вот с этим таким очень интересным, которого в природе, в принципе, нет этого звука. Он, ну, достаточно уникальный. И это в какой-то степени, ну, что скрывать? Это ситха, конечно, это ситха, она... Ну, ребенок не рождается с этим навыком, вы же понимаете. Ну, все разумные, логические мыслить умеют. Так ребенок не делает. Это можно только развить, только раскрыть в себе. Но, конечно, это требует труда и времени, и это мало кому интересно, хотя это, конечно, очень важно в жизни. Ну, что? Что еще добавить? Пробуйте, пробуйте, экспериментируйте, исследуйте, познавайте. Человек человеку рознь. Пока.